В арсенале самарской рукодельницы Нины Александровны 50 оттенков зеленого. Но когда доходит до создания очередной работы, выясняется, что этого недостаточно, чтобы в полной мере отразить красоту живой природы. Сейчас Нина Голощапова работает в двух техниках. Первый, который называется «Фрикпэтч», в регионе владеет только она. Картины, созданные в этом жанре, сшиты из лоскутков ткани, хотя внешне кажутся написанными маслом. Мастерица уверяет, создавать их несложно. Технику может освоить любой желающий, чего не скажешь о лоскутной живописи. Рукоделием Нина Александровна занимается более 30 лет. Началось все с вязания и пошива одежды. Когда ее дочка была маленькой, весь ее гардероб был пошит мамой. Учительница могла за юбку схватить, чуть ли не наизнанку вывернуть, рассматривать все. Я ей шила и жилеты, и жакеты, и стеганы, и вышитые. Ее спрашивали в садике. Юль, это платье-то у тебя китайское? Она говорит, да, китайское. Это мама мне сошила из папиной рубашки. Из штор шила. Ну, не было же ткани, а рубашки были качественные. Хорошие ткани негде было купить. Вот я шила из. И даже до сих пор я иногда присматриваюсь к какой-нибудь его рубашке. Он говорит, не отдам. Муж Нины Александровны – капитан дальнего плавания. Все время был в отъезде. Хозяйством заведовала супруга. Творчеством приходилось заниматься урывками. Теперь, когда дети выросли, и Нина Александровна вышла на пенсию, наверстывает упущенное. Эту картину сшила на 70-летие мужа. Гордость Нины Александровны – вот это лоскутное одеяло. Оно называется «Дорогая Джейн» и шьется по строгим стандартам. Это самое популярное одеяло ручной работы на планете. Впервые его сшила американка Джейн Стикл в 19 веке во время войны юга и севера. Женщина ждала мужа и так коротала вечера. Каждый блок одеяла имеет свое название. Там 169 блоков без каймы, еще блоки каймы, и ни один блок не повторяется, довольно сложный. Я уже имею опыт немаленький и курсы уже в это время вела. Мне было сложно, учитывая то, что у меня всевозможные линейки, бумаги, все приспособления, все, что мне нужно, все абсолютно есть. Раз в месяц Нина Александровна проводит бесплатные мастер-классы для всех желающих в районной библиотеке. Там же сейчас можно увидеть выставку ее картин. Работа Нины Александровны всегда меня поражает своей изысканностью и красотой. Когда она выставляет их в нашей библиотеке, я первым делом не могу оторвать от них глаз. Вдохновением для Нины Александровны может послужить все, что угодно. Будь то знаменитая картина, пейзаж за окном или рисунок на чайной чашке. Виктория Шары, Николай Епифанов. События.